Ну что же, господа, я всех вас приветствую. Мне прям очень радостно, что у нас тут сколько человек? 101 человек в эфире, при том, что сейчас у нас уже фактически середина лета. И мне кажется, что очень-очень многие люди вполне себе выбирают отдыхать, выбирают уезжать куда-нибудь на курорты. Понятно. Ну, я сегодня постарался вам более структурированно подать вот эту информацию, связанную с различными вариантами, с трендами, с направлениями. И я надеюсь, что у вас в голове отложится более четкая такая картина. Я сегодня смотрю, у нас еще в списке участников там различные производители. Я сегодня вот, я вижу Катю Жаренову, потому что она просто вот практически первая в списке. А можно ли как бы обозначиться, кто сегодня из представителей брендов у нас здесь в чате, чтобы как-то мы могли коллективный разум тоже периодически включать, использовать, может быть, его для решения каких-то сложных технических вопросов. Потому что я далеко не все понимаю, я вам сразу скажу, спасибо, Максим. Я далеко не все понимаю, и я отдаю отчет, что, например, часть информации, к которой я хотел получить доступ, я ее так и не нашел, потому что, видимо, она распространяется скорее по дилерским семинарам, по каким-то инженерным тренингам, но в открытом виде не выложена. И я тогда, мне кажется, в каких-то ситуациях я прям буду вас просить прокомментировать, потому что мне кажется, что реально у вас информации гораздо больше, чем у меня. Но единственный, может быть, плюс в том, что как-то я слежу за новинками, какими-то трендами, и у меня, может быть, как бы от всех понемногу, а у вас в рамках вашего бренда есть глубокие знания. Так, прекрасно. То есть у нас есть Аптома, НЭК, Кристи, Аптома, НЭК, Кристи и все. Хорошо. И я сразу скажу, организаторы мне сообщили, что у нас сегодня будет некий включенный гость. Этот включенный гость включится по телефону. Я не помню, как зовут человека, мне единственное сказали, что он из компании «Баланс Белого», и он занимается тем, что все время инсталирует лазерные проектора. Беспрерывно их буквально ставит, устал уже от этого. Но в целом нашел в себе силы сегодня поделиться своими впечатлениями о каких-то бесчисленных инсталляциях, которые он совершал. И мы его сегодня, чуть попозже тогда включим. Я не знаю, что он будет рассказывать, честно вам скажу, не знаю. Мы с ним даже не знакомы. Но мне кажется, что, скажем так, независимый... Да, говорят, что он ставит лазерники, но мне кажется, что независимый взгляд на эту тему, особенно от человека, который их все время ставит, будет вполне себе неплохо, будет вполне себе хорош. Ну что, я, наверное, про что хочу вам сказать. Как бы мы... Давайте мы попробуем сегодня всевозможные мифы сразу как-то развенчивать. И, наверное, с чего надо начинать? О том, что так или иначе мы с вами имеем дело с проекторами в разных-разных аспектах, в разных ситуациях установки, с различными задачами. И все, наверное, привыкли о том, что у проекторов есть лампы, и, собственно, есть два основных типа ламп, которые мы с вами используем. Какая из них какая? Давайте... Это, наверное, вопрос не для производителей, вопрос, наверное, для тех, кто, ну, скажем так, не очень хорошо знаком с инженерной, технической стороной проекционного дела. И скажите мне, где из них какая? Какие вообще бывают? Так, чтобы вас немножко расшевелить, чтобы как-то придать динамику, нашей встречи сегодня. Так, ну, да, действительно, вот кто-то прав, кто-то не прав. Значит, с левой стороны такая вот... вот такого вида. Это у нас ртутная лампа. Действительно, как бы ртутные лампы являются, ну, наверное, сейчас достаточно распространенными в сегменте малых проекторов, портативных проекторов, презентационных проекторов. И у нас с правой стороны, это у нас ксеноновая лампа. Ксеноновые лампы, ну, действительно, наверное, можно встретить прежде всего в инсталляционных проекторах высокой яркости. И, ну, как бы, скажем так, разные производители с точки зрения инсталляционного сегмента любят те или иные лампы. Кто-то сидит на ртуте, кто-то на ксеноне. Если походить по тренингам производителей, то каждый, конечно, говорит про то, что, ну, действительно, вот эта технология является наиболее надежной, хорошей и так далее. Я здесь скажу так, что у каждой из технологий ламп есть свои плюсы и минусы. И, на мой взгляд, сейчас производители научились хорошо работать и с той, и с другой технологией. То есть, про диоды мы сейчас дойдем. Значит, в этом смысле нельзя говорить о том, что какая-то из типов ламп является однозначно лучше. Это не так. Можно говорить про то, что есть некие характеристики, отличающие их с точки зрения времени эксплуатации. Какой примерно срок эксплуатации у ксенона? Кто знает, напишите, пожалуйста, в часах. Сколько ксеноновые лампы, как правило, живут? Примерно. Ну да, да. То есть, примерно, там, около тысячи, там, около полутора тысяч часов. Да, совершенно верно. Там есть какие-то долгожители, которых, например, там, в каком-то экономичном режиме можно продержать, как говорят, до четырех тысяч часов, но это, скорее, исключение из правил. То есть, в целом, как правило, это тысяча-полторы тысячи. А если говорить про ртутные лампы, то какие сейчас часы производители закладывают во время эксплуатации? 10 тысяч, 6 тысяч, 4 тысяч, 6 тысяч, до 2 тысяч. Ну, это как-то какие-то уж очень... Какие-то уж очень своеобразные до 2 тысяч. Ну, в целом, если мы говорим в целом, да, по рынку, потому что, все равно, производителей ртутных ламп не очень много, и сейчас, в общем, среднее время эксплуатации ртутной лампы составляет около 6-8 тысяч часов. Иногда бывает меньше, иногда бывает, там, 5-7. Ну, вот, примерно, это такой диапазон времени. То есть, ну, как бы, наверное, все-таки больше, чем 2, но, как правило, поменьше, чем 10. Вот примерно такой расклад у нас. Можно говорить про разные коэффициенты цветопередачи, и действительно считается, что спектр излучения у ксеноновых ламп более ровный, у ртутных ламп он имеет некую динамику, то есть, эта динамика идет на убыль. И, ну, действительно, это так, но, в общем-то, еще раз скажу, что производители научились так или иначе это компенсировать. И иногда, мы даже, глядя на проектор, мы не можем сказать однозначно, что у нас блекнет. Это, как бы, лампа или это, например, особенность технологии. Этой технологии мы еще сегодня дойдем, мы про них чуть-чуть вспомним. Так, ну, и, в общем-то, вот здесь есть некая классическая схема лампового проектора. Да, у нас есть ламповый блок, с него у нас свет поступает и как-то обрабатывается внутри видеотракта. Какой технологией он обрабатывается, это отдельный вопрос. У нас технологий несколько. И уже после вот этого блока, связанного с той или иной технологией, свет поступает в объектив, и мы его видим на экране. То есть, это, как бы, общая некая структурная схема всех ламповых проекторов. Но теперь давайте поговорим относительно, буквально несколько слов скажем, потому что мы все равно, так или иначе, будем к этому возвращаться, про технологии. У нас сейчас есть в основном три технологии. На самом деле, распространены из них две. Это ЖК-технология, она называется 3LCD. И у нас есть еще DLP-технология. DLP-технология, или она еще называется микрозеркальная. Она же называется... Ну, ее называют иногда там, да, какая-нибудь там одночиповая DLP. Есть еще трехчиповая DLP, в зависимости от количества DNA-чипов, которые используются для формирования изображения. Значит, я здесь сейчас не буду вдаваться в сами особенности. Вот для этого как раз и был первый вебинар по лазерным проекторам, где мы достаточно подробно рассказывали про особенности той или иной технологии, чтобы потом вытащить нюансы, связанные с лазерными. Но я вас отсылаю к первому вебинару. Но здесь, наверное, мне кажется, важно просто помнить эти отличия. Если мы говорим про выбор проектора для решения той или иной задачи, то вы, наверное, видели эту схемку. Я так или иначе показывал ее и описывал ее в статьях, и показывал ее в вебинарах. Я вам рекомендую пользоваться этим алгоритмом, то есть вот этой таблицей, этой схемой, что ли, для того, чтобы выбирать технологию для той или иной задачи. То есть действительно у нас сильно отличается ЖК-технология от ДЛП с точки зрения контрастности, цветопередачи, возможности работы с точки зрения каких-то сложных режимов, там 24 на 7. И с видео будем как бы упростить, то есть создать некую модель принятия решения, то для меня вот она. Если у вас есть необходимость работать с проекторами в режиме 24 на 7, то крайне желательно использование ДЛП-технологии. Это связано с тем, что в целом она позволяет достаточно эффективно охлаждать ДНД-чип, который используется в ее основе. И за счет этого проектор действительно может работать в постоянном режиме. То есть работать 24 на 7, есть как бы отдельная категория инсталляционных проекторов, где мы можем даже в горячую менять лампы, и тогда мы можем обеспечить полностью, бесперерывную работу проектора, даже в случае необходимости замены этой лампы, когда у нас она выходит из строя. Если у нас с вами есть необходимость использовать проектор для каких-то сложных инсталляционных решений, я говорю прежде всего про шивку, я говорю про работу с геометрией, например, когда мы отражаем наш источник на какую-нибудь сферическую поверхность, на неровную, то есть не на плоский экран, а работаем с геометрией изображения, то на самом деле это тоже крайне желательно ДЛП-технология. Почему? Прежде всего потому, что есть известный нюанс с ЖК-технологией, когда мы используем их с шивки, то спустя некоторое время у нас появляются действительно такие сильные деградации матриц, особенно в этом перекрестии, в этой зоне шивки. Поэтому, чтобы не было, мы все-таки будет более корректно использовать ДЛП. Неважно, какую, кстати говоря, одночиповую или трехчиповую. Если у нас есть высокое разрешение при низкой освещенности, вот иногда такие задачи возникают, то есть просто получить за достаточно приемлемые деньги действительно очень высокое разрешение экрана. Такая ситуация возможна в некоторых случаях. Например, когда вы должны построить, например, видеостену на проекторах, для того, чтобы отображать в реальном разрешении какую-нибудь схему, какой-нибудь технологический процесс, какое-то очень большое количество деталей. То есть вот в этом случае как раз тоже есть необходимость, и можно уже использовать другую технологию. Это, например, Элкос. То есть она как раз и позволяет нам при не очень высоком уровне яркости получить очень высокую разрешающую способность. Почему? Опять же, залезайте в первый вебинар, я там подробно про это рассказывал. Что мешает ЖК-матрице эффективно охлаждаться, в отличие от DLP? Дело в том, что в целом у нас ЖК-матрица со временем деградирует, потому что она у нас работает на просвет. Это первый момент. Второй момент, что все-таки по заверению самих же производителей невозможно получить две абсолютно идентичные матрицы с точки зрения цветопередачи. То есть это значит, что когда у вас будет шивка на двух проекторах или там на десяти проекторах, вот эти вот некоторые отличия в цветопередаче матрицы будут видны. То есть они не видны, когда у вас два проектора расположены в соседних помещениях, но становятся видны при вот таком вот лобовом сравнении. И со временем вот эта вот разница в цветопередаче будет скорее только повышаться. Поэтому эти нюансы надо понимать. Да, есть действительно всевозможные средства корректировки. То есть есть достаточно дорогие решения, когда ставится профессиональная камера, которая смотрит на целиковый экран и корректирует цветопередачу того или иного проектора относительно эталонного цвета. Но все-таки если мы говорим просто про использование проекторов, то есть некие нюансы, плюсы и минусы технологий. Но смотрите дальше. Если вам нет необходимости вот все это обеспечивать, допустим, вам не нужно, чтобы проекты А работали 24 на 7, вам не нужно делать на них шивку, вам не нужно получать сверхвысокое разрешение, то тогда вы приходите к LCD-технологии как к очень оптимальному решению по цветопередаче и по цене и так далее. Получается, что вот здесь я вам предлагаю некую упрощенную модель по тому, как выбрать технологию для вашей задачи. Согласитесь, что у нас в большинстве своем, если мы говорим про какой-то вообще валовый объем продаж проекторов, то нет необходимости делать шивку в большинстве случаев. То есть шивка, как некое техническое решение, занимает определенный процент от всех инсталляций. Вот я вам предлагаю пользоваться этой моделью. Итак, хорошо. Звук рваный, вроде не рваный. Я про охлаждение спрашивал, что понимается под термином деградация. Под термином деградация понимается, что в ЖК-технологии есть три матрицы, каждая отвечает за отдельный цвет, красный, зеленый и синий. И со временем мы имеем изменение пропускной способности вот этой матрицы. То есть со временем свет пропускается иначе. За счет этого мы по-другому смешиваем цвета. То есть проектор, когда он смешивает цвет от трех матриц, он думает, что получается один цвет, фактически получается другой. Что мешает охлаждению? Я так понимаю, что я не знаю технологических подробностей. Насколько мне известно, охлаждению мешает то, что все-таки невозможно получить достаточно качественное охлаждение в маленьком корпусе. То есть мы, конечно, можем, мне кажется, сделать прекрасное охлаждение, но тогда это будет некий холодильник, который имеет определенные тогда тактико-технические характеристики. То есть я думаю, что есть некие нюансы, связанные с охлаждением. Мне неизвестно относительно того, почему действительно в малом корпусе невозможно сделать хорошее охлаждение. Охлаждение ведь у нас в ЖК проекторах, как правило, воздушное. Я думаю, что может просто не хватать еще и, например, потока. Невозможно получить качественный воздушный поток в течение постоянного времени 24 на 7, с учетом того, что у нас матрицы будут греться все время. Так, какие-то ссылки. Ну, прекрасно. Ладно, значит, я смотрю, у вас есть некая жизнь, происходящая в чате, вы обмениваетесь какими-то статьями на ВКлубе. Я не против. Хорошо. Значит, дальше. Дальше мы с вами с чем сталкиваемся. Ну, хорошо. Вопрос тогда, наверное, задам. Кто-нибудь из вас сделал сшивку на ЖК проекторах? Кто-нибудь видел ли вот эти артефакты, про которые я говорю? Уменьшается ли яркость проектора при использовании длиннофокусных линз? Давайте я отвечу на эти вопросы. Значит, смотрите. Если мы говорим про использование длиннофокусных линз, то, по сути, с точки зрения расчетов, это никак не влияет на яркость, которую мы получаем на экране. То есть, мы чуть-чуть теряем, но вот эти потери, они скорее связаны с особенностями самого объектива, они не связаны вот с этим самым там расстоянием. То есть, конечно, если у нас сильно запыленное помещение, то у нас пыль будет являться отражателем для света, но, как правило, такого нет, то есть, мы должны тогда работать где-то в подвале. Поэтому, в общем-то, вот эта вот светосила уменьшается за счет того, что просто в длиннофокусном объективе, там есть некие аберрации, там есть искажения, но с точки зрения наших расчетов, особенно предварительных для проекта, мы можем это регулировать. То есть, как правило, потеря составляет не больше 5%, что является с точки зрения расчетов незначимой величиной. Поэтому, если мы говорим про длиннофокусные или стандартные объективы, разницы в светосиле не будет. Опять же, мы можем игнорировать вот эту небольшую, небольшие потери. Так, хорошо. Если, значит, вот кто-то не видел, я видел, например, я недавно показывал на тренинге фотографии с ArtPlay. Если вы видели, то недавно был закончен, то есть, несколько месяцев назад был сделан очень крупный проект в ArtPlay, там есть выставка «Модернисты». Я был на ее открытии, и я был на этой выставке спустя некоторое время назад. Спустя некоторое время. Как бы вся инсталляция, там есть очень много шивки, вся инсталляция выполнена на ЖК-проекторах, и вот, собственно, как раз перехлёст стал виден гораздо сильнее. Значит, там, как бы, ну, как бы и уровень черного понизился со временем, потому что проектора работают достаточно долгое время. И мы еще и, как бы, гораздо ярче стали видеть и перехлёст как раз. Это нахлёст, который не так был сильно заметен при открытии самой выставки. Потому что я был на выставке как раз с людьми, которые не являются специалистами в области аудио-видео. На моменте открытия они не видели вот этот нахлёст. Как бы спустя, там сколько прошло, два или три месяца, он стал гораздо более заметен, и это стало бросаться в глаза. Поэтому такого рода действительно вещи, они есть, они актуальны. Пожалуйста, имейте их в виду. Так, я вчера залез на прожектор «Централ». И по поиску вообще всех, вот как бы по поиску выбрал всех производителей, которые так или иначе сейчас предоставляют актуальные модели, работающие на, скажем так, лазерные технологии. Сразу скажем, что лазерные технологии – это некое целое семейство. То есть, можно сейчас говорить скорее о неких направлениях, трендах развития, о ветвях развития. И сейчас вот эти производители, они никак… То есть, вот этот порядок их расположения, он никак не значим. Я их писал, в зависимости от того, как они мне попадались в этом перечне. И можно говорить о том, что разные производители делают акценты на различных технологических ветвях. И мы сегодня про это поговорим. Более того, с недавнего времени… Ну, была зарегистрирована международная ассоциация, в которой прошли производители, участвующие в развитии лазерной технологии. Вы, наверное, видите, что здесь есть и производители проекционного оборудования, и, как бы скажем так, смежные участники рынка. Здесь есть и студии «Олта Диснея», и «Аймакс» и так далее. И они занимаются скорее выработкой сейчас различных решений и заинтересованы в всей самой технологии. Понятное дело, что технология очень перспективна. Почему? Мы сегодня тоже, я думаю, что в конце будет вам очевидно. И давайте прежде всего сравним. Тут есть такой слайд, который я взял из их презентации. Наверное, он будет актуален, будет понятен, собственно, в чем основная, наверное, такая идея. Если мы используем ту или иную лампу, неважно какую, то есть ксеноновую или ртутную, у нас есть все равно некое тело горения. И за счет, и как бы она имеет некий диаметр. Если мы используем лазер в том или ином виде, то мы можем сильно уменьшить вот это самое тело горения. За счет этого мы можем достигать гораздо больших технологических возможностей. Как вы считаете, каких? То есть, если вот, условно говоря, мы берем лазер, сейчас пока не вдаемся в детали, там, лазерно-фосфорные технологии и так далее, просто вот берем лазер, который имеет вот некую маленькую точку, да, вот, и имеем некое тело горения в лампе. Ртутные, ксеноновые, они у них отличаются между собой, но тем не менее. Как вы считаете, в чем прежде всего вот между двумя этими большими вехами будет различие лампа и лазер? Я вижу вопрос от Александра Зеликова. Александр, я готов вам, я просто даже пофотографировал, я готов вам прям показать свои фотографии в начале и в конце. Я понимаю, что вы радеете за производителя, который был использован в этом проекте. Готов прям отдельно потом показать фотографии, если вам будет интересно, с удовольствием поделюсь. У меня нет ни в коем случае задачи как-то... То есть у нас есть еще один производитель здесь. Спасибо большое, что вы тоже как-то приняли участие в обсуждении. Потом поделюсь фотографиями. Мне кажется, правда, там есть нюансы, они видны. Даже на моей мыльнице, которая у меня... У меня есть фотоаппарат вашей же компании. Так. Хорошо. Итак, ну, здесь действительно правильные, наверное, вопросы были... Правильные ответы были даны. Смотрите, у нас есть возможность получать более точную, как бы более четкий пиксель, более высокую... Как бы у нас есть возможность получать более высокое разрешение. У нас есть возможность, соответственно, получать, как бы более высокую контрастность. То есть прежде всего, если мы говорим про использование лазеров, то они нам позволяют увеличивать и разрешение, увеличивать и контрастность изображения на экране. Теперь давайте посмотрим. У нас в целом мы можем говорить про использование вообще без ламповых технологий. То есть лазер относится к некому семейству без ламповых технологий. Но у нас есть LED, у нас есть прежде всего светодиоды, которые тоже имеют некое место на рынке проекторов. Вы, наверное, видели чисто LED-проекторы. То есть проекторы, в которых источниками света были только светодиоды, сверхяркие светодиоды. С вашей точки зрения, какие у них плюсы, какие у них минусы вообще у светодиодов по отношению к лампам классическим? Ну действительно, то есть действительно есть срок службы. То есть срок службы светодиода гораздо выше, чем срок службы лампы. Следующий момент, действительно, он гораздо более экономичный. То есть энергопотребление уменьшается, соответственно, мы все можем уменьшать. То есть мы можем делать проекторы уже каких-то совсем другого форм-фактора. И вы, наверное, сейчас можете привести в пример, что есть пикопроекторы, у которых есть действительно светодиоды в качестве источников света, которые нам позволяют получать очень малые габариты. Действительно, не требуется охлаждение, то есть нет шума и так далее. И, ну, наверное, как бы можно говорить о неких ограничениях светодиодов. Это ограничение прежде всего яркостное. То есть мы, как бы все проектора чисто ледовские, которые мы возьмем, вы увидите, что у них есть некое ограничение по яркости этого проектора. Какое оно с вашей точки зрения? Примерно. Вот сколько, на ваш взгляд, есть ограничения ледовских проекторов? Ну, действительно, где-то 1000-2000 ANSI. Действительно, это так. Ну, и получается, что если мы говорим про светодиодную стену, то мы получаем очень высокую яркость за счет большого количества светодиодов. Но здесь у нас история, что нам нужно получить точечный источник света. И я так понимаю, что это и является ограничивающим фактором, который не позволяет сделать некий, условно говоря, светодиодный блок и уже дальше его использовать для повышения этой яркости. Но, тем не менее, светодиоды используются. И, ну, наверное, я сразу перескочу. И у нас действительно есть определенная ветвь развития лазерной технологии, которая использует в своем составе светодиоды. Значит, она называется гибридная ветвь. То есть, я здесь хочу уйти от слова технология, скорее буду говорить с направлением развития. То есть, у нас есть некие вот эти технологические направления ветви. И можно говорить про гибридную ветвь, которая, по сути, своей объединяет две совершенно разные такие вот, как бы, способы получения света. Значит, у нас там используются два сверхмощных светодиода. Один из них нам дает красный свет, второй нам дает синий свет. И используется еще и лазер. У нас используется лазер, который светит на специальную фосфорную подложку, которая, по сути, является люминофором, после прохождения которой мы получаем либо белый цвет, либо цвет какой-то. Сейчас поясню, в чем отличие. Значит, прежде всего, наверное, да, действительно, спасибо за комментарий, что первой компанией, которая начала делать подобного рода решения, была компания Casio. Вы, может быть, видели вот эти вот, как бы, у них есть такая green, там, по-моему, green series, то есть зеленая серия, которая сейчас до сих пор производится, очень интересные, очень яркие и очень такие компактные модели, которые компания Casio позиционирует для использования в презентационном рынке. Значит, в чем идея, да, что у нас есть лазер, который светит на фосфорную подложку, фосфор начинает излучать свет, и в дальнейшем мы уже используем это для построения отдельного, как бы, дополнительного канала цвета. У меня к вам вопрос. По идее, ведь здесь логично было бы использовать зеленый лазер, но почему используется синий все время? То есть, вот, если мы посмотрим на производителей, которые делают, которые делают проектора по подобной гибридной модели, то мы увидим, что они в своем составе используют синий лазер. Хотя нам здесь не хватает зеленого цвета. Почему, с вашей точки зрения, это происходит? Да, ну, действительно, как я понимаю, основной все-таки момент заключается в том, что синий лазер гораздо более дешевый и гораздо более распространенный. То есть, можно купить очень дешевые источники, которые очень дешевые лазерные источники, которые мы можем здесь использовать. Зеленые лазеры гораздо более сложны в эксплуатации, гораздо более дорогие, именно поэтому синий. Ничего не напоминает сама идея, например, использования фосфорного колеса для получения цвета, для получения света. Вообще, вот сама идея телевизора. Ну, действительно, то есть, можно говорить о том, что, в общем-то, использование фосфора для того, чтобы его облучать и получать из него цвет, это очень понятная схема, которая в то время использовалась еще и в плазменных панелях. То есть, если мы говорим про плазменные технологии, то там как раз была такая хорошая работа с фосфором, которую здесь, собственно, мы сейчас используем уже для получения, в данном случае, как бы цвета или света. Значит, в чем заключается момент? Вот смотрите, обратите внимание, здесь это важный аспект. В том, что мы можем использовать различные фосфорные колеса и в дальнейшем получать разный цвет при использовании разного фосфора. И это используют некоторые производители в своей основе. Сейчас мы про это поговорим. Но в целом гибридная модель работает именно вот по, как бы вы можете посмотреть по текущей схеме, что у нас лазер плюс фосфорное колесо дает нам зеленый цвет, после которого мы добавляем к красному и синему, и таким образом уже можем работать с этим дальше. То есть, мы получаем три цвета и можем с этим работать уже в рамках какой-либо технологии. Например, одночиповой DLP технологии. То есть, дальше мы уже эти цвета отдельно посылаем на ДМД-чип. Красный у нас это красный светодиод. То есть, так как все-таки мы можем очень точно варьировать время работы светодиода и лазера, то мы совершенно нормально используем один ДМД-чип и последовательно формируем изображение через него на экране и, соответственно, на сетчатке глаза. Вот я здесь видел комментарии относительно кассивских проекторов, что там часть из них хорошая цветопередача, часть из них беда с цветопередачей. Но можно говорить о том, что действительно светопередачей здесь не супер. Значит, я объясню почему. То есть, это нормальная цветопередача, но данная технология не подходит, когда у нас есть необходимость получать действительно точную цветопередачу. Почему? Потому что у нас прежде всего разный спектр излучения светодиодов и того света, который мы получаем от фосфорной подложки. Вот эта разница, она еще со временем начинает увеличиваться. И таким образом со временем цветопередача будет ухудшаться. И, в общем-то, мы действительно можем говорить о том, что сфера применения гибридной вот этой вот ветви, гибридной модели, это все те проекторы, в которых не будет слишком пристального внимания к цвету, к цветопередаче. То есть, это не домашние кинотеатры, но это всевозможные переговорные комнаты, учебные классы, вообще образование как таковое. Это как бы весь пласт презентационных проекторов, когда нам нужен скорее малый корпус и малый вес, нежели точная цветопередача, когда мы должны там быстро включить, показать и уйти. То есть, во всех вот этих моделях, во всех этих задачах гибридная ветвь прекрасно себя показывает, прекрасно себя демонстрирует. Так, первоначально было два источника света. Красный светодиод и синий лазер, просто из синего еще сделали зеленый. У нас сейчас новый UST светит красиво, вообще смотрели их. Может быть, я не смотрел последние кассивские проектора, может быть, с ними что-то сделали другое. Значит, есть три, на мой взгляд, вот, может быть, вы меня сейчас, производители уважаемые поправят меня, но, собственно, три производителя, которые делают проекторы по гибридной модели. Это Casio, Panasonic и Optoma. Есть ли кто-то еще? Если есть, Sony. А, хорошо, просто не знал, не знал про Sony. На мой взгляд, Sony использует немножко другую схему в своих последних проекторах, но, может быть, хорошо. Тут, я думаю, что Александру тут виднее. Может быть, он нас сейчас поправит, если мы ошиблись. Так, плюсы и минусы. Есть, вообще, в целом, есть некое ограничение по яркости. То есть, данная схема, она ограничена по яркости. И мы примерно можем посмотреть, что гибридные проектора по гибридной модели у нас имеют яркость в основном 4-5 тысяч ансей. То есть, они не слишком яркие. Поэтому, опять же, сфера применения, обучения, презентации, переговорки, но не инсталляции, но не домашнего кинотеатра. Вот это, наверное, основное, что про них необходимо знать. Но, как бы, все-таки цветопередача важна. И инсталляционные всевозможные нюансы, связанные с высокой яркостью, тоже важны. Поэтому, все-таки, производители начали думать, как еще можно использовать эту схему. И сейчас основная, я бы так сказал, вот если мы говорим про всю массу лазерных проекторов, то основная схема, основная технологическая ветвь, это лазерно-фосфорная, без светодиодов. То есть, светодиоды были исключены полностью из видеотракта. Есть некий массив синих лазеров, которые светят на эту самую фосфорную подложку, за счет, после которой мы получаем белый цвет. То есть, именно только белый. То есть, мы не получаем зеленый вдобавок к светодиодному, да, вот этому красному и синему. А мы получаем только белый. И потом уже мы этот белый используем с той или иной технологией. То есть, мы, например, можем уже взять получившийся белый, направить его дальше в классическую ЖК-шную схему и использовать. И как раз именно эта схема, которая используется в проекторах Sony. Когда у нас есть массив синих лазеров, которые светят на фосфорную подложку, получаем белый цвет и потом с ним работаем в рамках ЖК-технологии абсолютно классической. Расщепляя его на красные, синие, зеленые составляющие и направляя их на ЖК-матрицы, которые у нас вот прям нормальные, дальше уже у нас стоит ЖК-проект. Ну вот, наверное, да, это какая-то в более близком таком варианте описанная сама эта схема. Синий лазер, фосфорное колесо и в дальнейшем мы уже используем. Значит, какие у нас здесь есть... Ну вот, кстати, вот я, по-моему, вот эту схему я взял прям буквально из какого-то из мануалов компании Sony. То есть, вы, наверное, здесь уже понимаете, как все это работает. Вот эта часть, я сейчас ее обведу, она ничем не отличается от видеотракта в ЖК-проекторе. Мы меняем только источник света. И мне кажется, здесь очень важно фиксировать, что вот как бы эта схема, она меняет только источник. Да, действительно, по этой схеме работают не только Sony, но и NEC. По этой схеме работают... Господа из оптома. Я так понимаю, что по какой же схеме работают господа из оптома, оптомовские проектора. Ну вот, то есть, вот это вот одна из таких вот сейчас наиболее распространенных ветвей для использования лазерной технологии в проекторах. Значит, какие здесь плюсы и минусы? Давайте сначала про плюсы. Значит, что мы с вами здесь получаем? Во-первых, мы с вами имеем массив лазеров, которые используются для получения белого цвета. Это значит, что если даже у нас один из этих лазерных светодиодов выходит из строя, у нас просто повышается, у нас понижается яркость незначительно, но это никак не сказывается на работоспособности всего проектора. То есть, в случае, когда у нас с вами выходит из строя, например, там лампа ртутная, ксеноновая, мы можем полностью потерять весь проектор до смены этой лампы. В случае, когда у нас выходит из строя лазерный диод, мы теряем только то количество, которое он занимает внутри вот этого массива. Значит, я так понимаю, что у разных производителей есть разное количество диодов внутри вот этого источника лазерного света. Я слышал либо про 16, либо про 20, вот что-то такое. То есть, грубо говоря, выход строя лазерного диода – это потеря 1,20 от общей яркости. Значит, колесо здесь дает нам белый цвет. То есть, после прохождения фосфорного колеса, по сути, фосфорное колесо дает нам на выходе белый. Есть и другие варианты, я сейчас вам их покажу. Но в данном случае, еще раз, при использовании ЖК-технологии с точки зрения технологии отображения, у нас фосфор дает на выходе белый. Какие минусы я бы здесь отметил? Минусы, на мой взгляд, только лишь соответствующие ЖК-технологии. То есть, все те минусы, которые мы имеем в ЖК, а это, правда, я буду настаивать на этой идее, то есть, это минусы с точки зрения шивки, минусы с точки зрения некой деградации матриц при постоянном использовании, прежде всего деградация синей матрицы, мы здесь тоже будем наблюдать. Я, опять же, вот тут возникает сложный момент относительно времени эксплуатации, потому что, действительно, сам источник света лазерный, если мы говорим про время эксплуатации лазерного источника света, то сейчас, фактически, у всех производителей он 20 тысяч часов. Я видел вариант компании Epson, которая заявляет 30 тысяч часов, но это для домашнего использования и с небольшой яркостью. Я видел вариант, по-моему, у BenQ 10 тысяч часов, что-то такое, но в целом, как бы, все производители пишут 20 тысяч часов, вы, как бы, у всех это выглядите. Но возникает вопрос относительно обслуживания и эксплуатации тех самых ЖК-матриц, которые используются в ЖК-технологии дальнейшей. Вот я, как бы, в целом у нас получается, что деградация ЖК-матриц наступает раньше, чем через 20 тысяч часов, и здесь я не знаю относительно того, сколько же в действительности поживет лазерный проектор по лазерно-фосфорной схеме при использовании ЖК-технологии. Я так понимаю, что у сервис-центров пока что этой информации просто нет. Просто потому, что те проектора, которые были выпущены, они еще столько не наработали. То есть мы еще не знаем, сколько реально будут работать проектора, все-таки у которых видеотракт сделан по ЖК-технологии. Если мы вообще говорим про обычные проекторы с лампой на ЖК, то, на мой взгляд, там деградация начинает видна после где-то 8 тысяч часов эксплуатации. То есть, ну, как бы, там я начинаю уже видеть разницу, например, на синем цвете. То есть, синяя матрица, все-таки она прежде всего подвержена вот этому деградацию цвета. Но еще раз, не знаю, как оно будет здесь. То есть, мне кажется, что это важная информация, которую по-хорошему должны выдать сервисные центры. Сейчас этой информации нет. Но мне кажется, что это некая такая заложенная, возможно, что это заложенная некая такая бомба замедленного действия. Мы посмотрим, как она будет в дальнейшем. Информация о деградации ЖК-матриц ламповых проекторов. Да, вот у меня, я спрашивал у двух сервисных центров, они говорят о том, что эта информация, как бы, деградация наблюдается где-то после 7-8 тысяч часов. Ну, вот есть фанаты, которые говорят, 20 тысяч часов и дальше будет светить. Да, ну, я понимаю, патриотизм тут, как бы, особенно если вы продаете именно эту марку, он у нас, как бы, имеет место быть. Я, скорее, говорю про некие потенциально узкие места в самом решении. Потенциально узкое место здесь не лазерный источник света, он как раз является очень-очень надежный. А как раз сам видеотракт ЖК. Так, дальше. Что здесь можно вообще говорить? Здесь действительно можно говорить о высокой цветопередаче. Потому что мы работаем с вами в... После лазерного источника мы работаем с ЖК-технологией. Она у нас очень хорошо передает все цвета. Цветопередача у нее прекрасно работает. И здесь мы говорим о том, что цветопередача вот такого рода реализации будет высокой, действительно. И сейчас яркость подобного рода решений... Яркость подобного рода решений, вот из того, что я видел, где-то составляет около 10-12 тысяч ансей. Может быть, какие-то новые новинки, которые были ярче. Я слышал, вроде бы, что есть вариант 15 тысяч ансей, но я пока не видел у кого. Может быть, Кристи, может быть, Панасоник. То есть, возможно, такая схема. То есть, вот именно эта технология сейчас нам обеспечивает яркость примерно в 10-12 тысяч ансей. Что это такое? Это значит, что мы уже попадаем в инсталляционную серию. То есть, мы уже попадаем в те ситуации, когда нам не хватает просто яркости обычных офисных проекторов. И действительно, нам требуются более яркие варианты для инсталляции. Но это еще не все. Обратите внимание, что если мы, например, говорим... Вот просто мне кажется, интересно сравнить с... Интересно сравнить, что происходит в рамках одного производителя. Например, Панасоник сейчас в новых моделях, он делал проектора по гибридной технологии. Сейчас отходит от них. То есть, он перешел полностью с гибридной технологии на другую. Вопрос, какую? Значит, и вот, например, сейчас я вот говорил о том, что один из вариантов – это получение с помощью синего лазера и фосфора белого цвета. Другой вариант – это использование лазерного модуля и многосегментного фосфорного колеса, который отправляется на многосегментное цветовое колесо. Вот какие цвета у нас выходят с фосфорного колеса в данном случае, я не знаю. И этой информации в открытом доступе нет. Но после цветового колеса мы получаем четыре цвета – синий, зеленый, красный и желтый. И уже в дальнейшем мы как бы работаем с этими четырьмя цветами. И вот с этими четырьмя цветами мы работаем уже в рамках одночиповой DLP технологии. То есть вот если мы говорили про предыдущую схему НЖК, то эта схема, она уже используется с одночиповой DLP технологией без LED, обратите внимание. То есть без светодиодов. Вот сама эта схема, она у нас получает, она у нас выдает яркость 4-5 тысяч ANSI. Я видел, что у Panasonic это 4, у, по-моему, у Кристи это 5. И, соответственно, для получения высокой яркости в проектор встраиваются несколько такого рода блоков. То есть, грубо говоря, чтобы нам получить 12 тысяч ANSI, это значит, что в проекторе будут использоваться 4 независимых лазерных источника света. Такого рода. Они полностью герметичны, они полностью в этом смысле как бы автономны. И дальше уже мы свет с них вместе, как назвать, сводим, вместе сводим, соответственно, увеличивая яркость. И уже в дальнейшем работаем с ней, как с обычной DLP технологией. Вот, как раз вот здесь, на этой картинке, вы можете видеть как раз этот самый ламповый блок. Вот так он выглядит. То есть, я так понимаю, что здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, там, по-моему, 64. Раз, два, три, четыре, пять, шесть здесь. В общем, какое-то, какое-то большое количество тоже лазерных диодов. И как раз, ну тоже, опять же, у нас есть гарантия того, что при выходе одного лазерного диода мы просто чуть-чуть потеряем в этой яркости, но совсем не уменьшаем надежность самого проекта. Господа из ОВКлуба, пожалуйста, отпустите мышь и не трогайте мышь. Так, значит, четыре, правильно ли я понял, что четыре источника света плюс четыре фосфорных колеса плюс четыре цветовых колеса? Нет, 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 сейчас я поясню еще раз. Значит, у нас есть лазерные диоды, которые светят на фосфорное колесо. У фосфорного колеса в данном случае есть несколько, как бы, несколько сегментов. То есть, грубо говоря, разный фосфор на этом самом цветовом колесе. Разный фосфор дает разный цвет на выходе. То есть, мы получаем четыре каких-то цвета вот здесь. На выходе с фосфорной обложки мы получаем четыре каких-то цвета. Непонятно каких, производитель об этом не говорит. Которые поступают на цветовое колесо. Цветовое колесо похоже на цветовое колесо в одночиповых DLP проекторах. И на выходе мы получаем уже четыре цвета полноценных. Вот, вот эта схема реализации. И дальше уже четыре цвета мы уже можем как-то, мы, соответственно, мы уже можем с вами как-то работать. То есть, хотим, например, соответственно, как бы обрабатываем их одним чипом, этим самым, ДНДшным. Хотим, как я понимаю, можем направлять отдельно. Но так как у нас все равно получается, что у нас в один момент времени один цвет выходит с колеса, то нет смысла здесь использовать трехчиповую DLP технологию. Минусы DLP технологии, конечно же, остаются. То есть, мы здесь имеем все те же самые нюансы, которые у нас присутствуют в DLP технологии. То есть, что это значит? Это значит, что все-таки цветопередача не настолько близка к, скажем так, к идеальному, как бы нам хотелось, как, например, в ЖК. То есть, как бы, да, здесь за счет появления желтого она сильно лучше, но, тем не менее, она вот как бы еще не настолько хороша, как в ЖК технологии. Но мы здесь получаем плюсы DLP с точки зрения шивки, работы с геометрией, блендинга и так далее. Вот эти цвета, вот эти, они формируются последовательно после прохождения цветового колеса. Последовательно. И, соответственно, здесь у нас стоит DND-чип, на который мы последовательно подаем красный, зеленый, синий, желтый. И, соответственно, как бы формируем изображение последовательно за счет инерции зрения. Световое колесо для каждого блока свое. Вот это, вот это, я сейчас выделю вам желтеньким. Это закрытая коробка. Вот это, это закрытый блок, это закрытая коробка. Да. Так. Ну, вот, наверное, это то, что я сказал. Я сейчас буду немножко ускоряться, чтобы нам с вами успеть. Так, и есть у нас еще одна ветвь. Вот про нее тоже нужно понимать. Про нее тоже нужно знать. Значит, это использование чистого лазера. То есть, вот эти все варианты, которые мы с вами рассматривали, они были нужны для того, чтобы, в общем-то, экономить в стоимости. То есть, да, мы идем здесь на некоторые компромиссы, но зато мы экономим стоимость, таким образом, делая совмещение как бы более, ну, более, более возможным, более доступным. Но есть у нас еще один вариант. Это использование отдельного блока, когда у нас все три лазера присутствуют в источнике света. То есть, здесь мы не работаем с фосфорной подложкой, а здесь мы используем, соответственно, красный, зеленый и синий лазеры. Это самая дорогая технология. В дальнейшем уже мы эти все три лазера как бы свозим и используем в видеотракте. Как правило, здесь мы уже можем использовать трехчиповую DLP-технологию, логично использовать трехчиповую DLP-технологию, потому что самая дорогая схема. И в данном случае это очень небольшой сегмент сверхярких лазерных проекторов, которые, как вы считаете, где могут использоваться. Вот тут был вопрос, радужка видна? При эксплуатации одночиповой DLP-технологии радуга у нас будет видна. Это один из недостатков ее, это правда. Да, значит, смотрите, прежде всего, вот эта вот ветвь чистого лазера, чистой лазерной схемы, она используется в кинотеатральных инсталляциях. Совершенно верно. Почему? Да потому что мы за счет использования трех отдельных лазеров можем получать сверхвысокую яркость. То есть яркость такого рода решений достигает 60-70 тысяч ансей. Это уже отдельные холодильники, которые устанавливаются и которые прям отдельно охлаждаются, обслуживаются. Там вы будете смеяться, но там к проектору прям реально холодильник подключается, который охлаждает каждый лазерный блок независимо и еще отдельно охлаждает ДНД-чипы. Ну, это уже, как бы, такой очень узкий рынок. Тем не менее, возможно, он будет... То есть он имеет место быть, но, мне кажется, он не сильно будет расти. Хотя, с другой стороны, чем черт не шутит, если у нас будет цифровой кинотеатр, будет, как бы, везде строиться. Непонятно. Ну, как бы, стоимость подобного рода решений, конечно же, очень высока. Значит, но, как бы, нюансы, да. То есть есть плюсы и минусы подобного рода решений. Как бы, вы можете посмотреть, как бы, например, есть Барковские проекторы по такого рода схеме реализованные, есть Крисевские проекторы. Здесь, здесь мы можем говорить о том, что есть производители, которые фокусируют свое внимание вот на, как раз, кинотеатральных инсталляциях, да, вот решениях подобного рода. Есть производители, которые все-таки работают, например, на инсталляционный сегмент. Если мы говорим про Panasonic, Sony, NEC, например, да, вот те, которые работают с лазерно-фосфорной технологией, то они, конечно же, реализуются на определенный сегмент проекторов с точки зрения яркости. Я, скорее, как бы, сейчас подведу итог, потому что все-таки у нас уже... То есть, хорошо, скажите, понятно ли вам сейчас про вот эту всю массу того, что мы можем называть лазерный проектор? То есть, мы начали с того, что у нас есть гибридная технология, которая в составе использует светодиоды плюс лазер с подложкой. Минусы. Невысокая яркость, не очень хорошая цветопередача, но это очень дешево, на самом деле это позволяет нам делать очень маленькие размеры, прекрасно все работает. Значит, как бы такой вариант инсталляционных проекторов. Там могут быть использованы и ЖК, и ДЛП, сама технология, но как бы в основе идет схема лазер плюс фосфор без светодиодов. В случае ЖК мы получаем после лазера и фосфора белый цвет, а в случае ДЛП мы получаем разные цвета, например, как в случае с тем решением, которое я вам показывал. И дальше уже работаем с проекторами, как будто они являются КТК или, например, ДЛПшными. Сразу скажу, вот я, например, смотрел... Мы на прошлом вебинаре показывали видео. Я не знаю, хотите, покажу вам их тоже. Мне кажется, они уже висят везде, там, а в клубе, у меня в канале ютубовском. Просто, скорее, отличие, например, просто обычного ЖК-проектора от ДЛП с точки зрения цветопередачи контрастности, отличие обычного ДЛП от лазерника с точки зрения цветопередачи контрастности. То есть, вот это вот различие, оно есть. И мы как бы можем, мы можем его фиксировать даже вот так вот непринужденным взглядом, без всяких там, специальных устройств и приборов. Ну, давайте я тогда, пока у меня еще время есть, я все-таки, как бы, еще некоторые вещи скажу. Значит, в целом, срок службы говорил уже, что это 20 тысяч часов, вот с теми нюансами, про которые нужно помнить. И еще важный момент, что у нас при использовании лазера в качестве источника света, у нас все-таки вот эта вот яркость, она понижается очень плавно. То есть, если мы говорим про ртутные или ксеноновые лампы, то там, как правило, производитель говорит, вот это вот время часов до двукратного падения яркости, то есть вот эти вот там 6 тысяч часов, которые написаны у проектора, это до двукратного падения яркости. То здесь мы, вы видите, что у нас здесь на самом деле при увеличении количества часов яркость падает незначительно. Это еще один из плюсов использования лазера в качестве источника. Так, про надежность тоже уже говорил о том, что у нас при выходе из строя одного диода все равно все остальное у нас работает, продолжает работать. И это прекрасный момент. Еще один нюанс связан с возможностью установки. Не секрет, что если мы говорили про использование проекторов на выисках, в рекламных инсталляциях, то раньше была проблема связанная с тем, что заказчик хочет получить какой-нибудь экстраординарный вариант установки. А это невозможно сделать, потому что проектор, там очень ограниченное количество проекторов было возможно установить в разном-разном варианте. Здесь при использовании лазерной технологии, лазерно-фосфорной и так далее, мы можем проектор устанавливать под любым углом. Это нам по сути развязывает руки с точки зрения использования их в проектах. То есть нам не нужно городить всякие зеркальные схемы. Потому что я помню вот эту идею, когда мы не можем поставить проектор, например, на бок, и мы должны для того, чтобы получить портретный вариант, использовать систему зеркал. Я прям помню, что это делал, когда это было очень дорого и очень геморройно. То есть сейчас в этом нет необходимости, потому что мы можем просто проектор повернуть, и все равно он у нас будет работать нормальным образом. Еще, наверное, про какие-то понятные отличия и характеристики мы можем здесь говорить про время старта и вообще про бережность работы с лампой. Здесь нюанс заключается в том, что, в общем-то, время старта всех лазерных проекторов очень маленькое. Оно, вот здесь на картинке 6 секунд, но оно примерно составляет 6 секунд, где-то около того. И если мы сравниваем это с ртутными лампами, с ксеноновыми лампами, то там, конечно же, есть время прогрева. Но самое главное даже не в этом. Самое главное в том, что при использовании ламп, в случае, например, когда у вас выключился проект резко, и, например, вы его включаете сразу же резко, то вы можете повредить лампу. То есть лампа, например, ртутная лампа имеет свойство выходить из строя при вот таких вот резких скачках напряжения, ну вообще питания. Здесь мы можем совершенно свободно выключать, включать. Нам не нужно как-то специально заботиться о том, чтобы мы дождались времени выключения, чтобы нам проектор все продул. То есть вот такая штука уже не актуальна. Вот такая, как бы, ну как бы, вот эти вот, это основные скорее характеристики, которые для пользователей видны, для пользователей понятны. Вот. Так, ну что, как у нас там с приглашенной звездой? Могу вам, кстати, вот я, вот, господа, пока мы ждем приглашенную звезду, я хочу вам показать видео. Один момент буквально. Я недавно смотрел, мы недавно прям были в офисе одной компании, смотрели на проектор. Сейчас, одну секунду буквально. И я не понял, почему такое произошло, но может быть вы мне, уважаемые производители, может быть вы мне скажете, с чем связан сам по себе эффект, который я сейчас вам продемонстрирую. Одну секунду буквально. Значит, мы смотрели на лазерный проектор в, похоже, что он был лазерно-фосфорный, хотя, к сожалению, мы не смогли понять до конца. Но очень похоже, что это лазерно-фосфорный был проектор. Давайте посмотрим. Вот, как бы так. Потому что вот прям идет четкая деградация этих. Я отключу звук. Значит, вот так виден экран, когда мы снимаем его. Сам производитель говорит о том, что это, похоже, что лазерно-фосфорный проектор трехчиповый причем, который еще с сумасшедшим разрешением. Но если я его снимаю на разные камеры, на телефонную камеру, на обычную, то я на камере вижу это. Это отличается от, как бы, радуги длпшной, одночиповой. Но, как бы, это совершенно что-то новое. Для меня, может быть, вы мне, как бы, расскажете, что это за эффект такой. То есть, вот если я снимаю экран с моей какой-нибудь, там, с моего мобильного телефона, с планшета, с ручной камеры, то я вижу вот такой эффект при использовании лазерно-фосфорного трехчипового проекта. Почему это происходит, я, к сожалению, не знаю, но скорее констатирую это как факт. В целом, все производители сейчас, которые делают лазерные проекты, им удалось обеспечить очень высокий, очень низкий уровень шума, извините, очень низкий уровень шума. Если мы говорим про домашку, то там, по-моему, типа, сейчас предел 20, что ли, децибел. Ну, это в эко-режиме, который, конечно же, никто не использует. Но в целом я смотрел 35 децибел. 35 децибел, где-то около 30-35 децибел. Это как раз уровень шума для инсталляционных моделей, что является, на мой взгляд, очень хорошим показателем. Докладчик готов. Так, хорошо, я отключаю камеру, оставляю себя только. Пожалуйста. Здравствуйте, всем привет. Находимся в деревне Истра. Вот. И что ты говоришь? Вот. Хотим, в общем, вам рассказать о своих впечатлениях от работы с лазерниками и светодиодами. Значит, насчет собора. Можно какой-нибудь слайд, пожалуйста? Первый, второй, неважно. Значит, здесь мы попробовали взять проектор Panasonic RW630. Вот. Мы видим, как тестовую картинку я настраивал. Здесь, на самом деле, эксперимент прошел очень такой интересный, потому что размер изображения больше, наверное, 20 метров по ширине. Как заявляет производитель, фокус должен как бы даже потеряться. Вот. В общем, мы поставили вот этот 6000-й проектор в соборе. Вот. До этого там стоял LCD, кажется, EX600 и Panasonic. И все было в таких красивых масляных красках. Все было так замечательно. И он, может, полгода стал таким каким-то... Ну, села лампа, матрица. Вот. И я предложил... Давайте-ка лазерный поставим и протестим. Вот. Он уже работает... Так. Он уже работает достаточно долго, несколько месяцев. И как раз-таки всех устраивает, потому что у нас там эксперименты... Можно следующий слайд? Вот он стоит у органа. Кстати, органу 100 лет вот этому. И я надеюсь, что этот проектор, который рядом стоит, будет, ну, не меньше ботой, чем жизнь свою. Показал орган. Вот. Можно следующий слайд? Вот здесь, например, мы видим чистая 100% картина. То есть фотография или видео, ну, без разницы, она в 100% своем как бы яркости показывается. Еще один слайд. Следующий. Вот. Вот, например, здесь, на этом фотослайде мы видим несколько лаеров. Это имеется в виду, когда вживую происходит инсталляция, приходится смешивать несколько слоев. Соответственно, яркость падает, допустим, первого слоя, второго, и получается вот такой как бы микс. Вот. Если проектор начинает слабеть, ну, там, от возраста, или он просто слабенький, то вот этот художественный замысел очень сильно страдает, потому что, представьте себе, если мы берем картину номер один, которую вот сейчас мы показывали до этого, и включаем ее там в 70% яркости или в 60%, а в 40% добавляем вот облачко, да, например, тогда проектор с слабой или ухудшающейся яркостью становится, ну, как бы проблемным, что ли, я не могу делать какие-то тонкие вещи. То есть, ну, как вы понимаете, да, запустить файл в 100% в качестве яркости, ну, как бы это нормально будет. А если взять и смешать там облака, еще что-то, соответственно, пострадает картина. Пункт и лазерник, он очень в этом плане выигрышный, потому что мы можем подмешивать, допустим, первый слой 60, второй 30, еще там текст какой-нибудь 10, и все вот в таком виде будет, как бы, достаточно презентабельно выглядеть. Можно еще слайд? А, так, на балет переходим. То есть, в этом проекте у нас используются три RZ-670. мы увидели, что они прекрасно шьются, вот, они очень-очень прекрасно шьются, у них нет, они DLP, но у них нет вот этого колеса. То есть, мы находились, еще следующий какой-нибудь слайд, находились прямо вплотную к изображению, это у нас площадка флакон, да, вот, площадка флакон, и изображение было где-то, наверное, в 7 метрах. То есть, вот, огромная панорама из трех проекторов, 5 метров шириной, где-то на 3 высотой, то есть, 15 и того метров шириной и 3, находилось где-то, ну, там, до 10 метров. То есть, мы видели вот вплотную такую большую инсталляцию. никакой радужной истории, как раз она всегда видна на ЧБ-картинах, вот, мы здесь видим, у нас черно-белый. Этот проект мы делали всей группой «История русского балета». Вот, и там много очень исторических, разных, разного видеоконтента. Вот, ну, я как бы немного переживал, первый раз мы использовали лазерные проекторы, тем более у нас был объектный мэппинг, я не знал, как они сошьются. «Лофт». Да, помещение «Лофт», по сути, эффект получался, как бы, студии, когда все изъяны, ну, очень обнажают. Вот, ну, на удивление, на мое удивление, проекторы еще были с разной, я хочу заметить, наработкой. То есть, у кого-то, там, плюс 50 часов у какого-то из проекторов. Вот, кстати, этот проект нам любезно предоставили проекторы компания «Панасоник». Спасибо Дмитрию Радченко, Александру Мельцеву. Вот, мы протестировали оборудование и поняли, что не то, что нужно работать, нужно покупать это оборудование. И вот после этого проекта мы сделали собор. Я реально с уверенностью привез РВ-630, ну, он, как бы, денег после кризиса стал реально неподъемный, почти миллион он там стоил. Вот, но набрали смелости и привезли его в собор. И там все очень-очень довольны. Вот, можно следующий слайд? Нормально. Вот, кстати, очень еще интересный прием. Мы видим с правой стороны внизу такой шар, белый шар. Вот, ну, как бы, это гоба такое я сделал. Бюджет был не такой, как бы, большой, как в Большом театре. Вот, и мы проекторами сделали, как бы, засветку, то есть, софит. Вот, как раз-таки в белом таком свете, в софите, мы бы, в принципе, надежно, ну, как бы, на не очень хорошие технологии увидели бы погрешности. А здесь белый прекрасный цвет. Фотограф отфотографировал, мы видим абсолютно чистую картину. Причем здесь фотография сделанная не... Ну, это репетиция, да, и не на профессиональный какой-то фотик, а средний. Вот, подсказываю, да, смартфон. Вот, и очень-очень получилось прекрасно. Можно следующую фотографию. Так, White Studio. Значит, у нас получились два хороших проекта на Panasonic, RZ и RW670 гибридных. Вот, я такие взял, ну, достаточно яркие, что ли, наши проекты, вот, где мы начали экспериментировать с лазерниками, вот, и тут мы буквально на прошлой неделе нам достались проекторы другой компании, это Optoma ML750, вот, и они... у них светодиодная технология, вот, и они, в отличие от больших стационарных, компактные, то есть, компактные маленькие проекторы, которые весят 400 грамм. Можно следующий слайд? Это вот GIF Art, такое направление есть, когда из фотографий делают такую легкую анимацию. У нас была площадка очень красивая, вот, и нужно было ее за буквально за 6 часов оформить как-то. Вот, выбрали такие самые интересные места, ниши, там, еще есть, ну, скажем так, барельефные объекты, и привезли с собой, можно сказать, пачку вот этих ML750. Они, знаете, чем-то даже напоминают... ну, они капреманные, по сути. Мы их взяли с собой и на площадке решили, там, раскидывать. Переворачивали их, ставили как получится, вот, включенные там трясли. Ну, то есть, буквально из-за того, что они компактные, мы за 6 часов... Можно следующий слайд? Это будет другой объект. Буквально за 6 часов сделали... Можно на этом остановиться. Проект, который инсталляционно, ну, хотя бы, там, 3 дня бы с ним возиться. Вот. Алло, алло, все нормально? Слышно? Слышно-слышно, естественно. В общем, я, знаете, с большим, скажу, с большой благодарностью технологам и всем, кто сделали такую технологию, потому что сейчас с лазерниками, с светодиодами, ну, я вот, так как они в одном семействе... Да, можно посмотреть видео? Включите, пожалуйста. Это обратная проекция, обратная проекция экран. Там, в общем... Был использован проектор Panasonic, и он находился как раз-таки в портретном режиме. Вот. На улице шел страшный дождь, мы его пленкой там накрыли, там должны быть фотографии, не знаю, отправились или нет. Вот, но он у нас еще и провел проектор как бы в такой очень жесткой атмосфере, то есть вокруг дождь, там ветер. Это вот когда, вот буквально, кажется, в пятницу, да, когда в Москве просто были такие лужи, и он отработал без защиты. То есть мы не делали никаких башен там специальных, мы его, ну, буквально пленкой как бы накрыли, вот, его хорошо не сдувало. То есть, получается, шатаем, не выключаем, там ветер, ну, дождь, как бы, ну, в смысле сырость. Все это работает, и я вот реально не переживаю за такую технологию. Еще, знаете, какой момент очень интересный, когда были ламповые проекторы, мы переживали за них за счет, ну, их лампы, дорогих расходных материалов, и людей нужно было брать очень проверенных. Ну, то есть, которые не выключат его из розетки, которые, как бы, к ним, к проекторам будут относиться очень, ну, душевно, да. Вот, а здесь, значит, там, допустим, у меня появился заказчик, и нужно было показать, продемонстрировать проекторы. Вот, я включил проекторы на три дня, то есть трое суток проекторы работали, не выключаясь, и я, как бы, ждал от заказчика, когда он приедет, ну, приедет, и скажет, что ему нравится или не нравится. То есть, трое суток я не выключал, ждал, ну, заказчик так и ничего не ответил, хотя он посмотрел, он забыл сказать. И где-то на четвертые сутки я приехал, уже выключил, ну, мне самому как-то некомфортно, что вот так долго работает проектор. То есть, с точки зрения инжиниринга, инсталляционных всяких эффектов, стало очень суперэкономно, я вообще не переживаю. Вот на Light Studio мы круто отдохнули, ну, все инсталлировали. Ну, в общем, переживать по этому поводу, ну, как бы, инсталляции, переживаний становится, ну, в тысячу раз меньше. Не нужно там какие-то лампы перевозить, понимать, в каком он работает, портретный, не портретный. В общем, всем советую, конечно же, в инсталляциях пытаться продвинуть эту технологию, она, понятное дело, дороже, я не спорю. Вот, но в инсталляциях, в обслуживании, и самое главное для художников, нам становится больше возможностей по креативу. Вот, например, маленькие проекторы мы засунули в люстры, вы представляете, там с охлаждением, по сути, проблемы. Он там как-то криво стоял, он в люстре был спрятан, вот посередине там люстрочка висит, вот, и прямо оттуда он светил на барелье. Вот, что нам, собственно, как бы помогло с точки зрения дизайна. Мы их прячем, мы их внедряем так, чтобы никто, как бы, не заметил, где находится источник света. А можно еще есть фотографии? Или это последняя? Нет, я думаю, что это последняя, это последняя. Жаль, что там еще были фотки, их, скорее всего, не загрузили, может быть. Вот, если есть какие-то вопросы, мы сейчас показали три проекта, вот этот вот последний на прошлой неделе, в пятницу, вот, мы сделали. Собор, в который любой может прийти, лютеранский собор в Москве, там находится РВ-630. Он приехал туда приблизительно месяца два назад, работает, наверное, дня четыре в неделю, и можно наблюдать, как он будет, а может, даже и пять он работает, как он будет умирать. Но пока там искажений никаких вообще нет. Смерть самая. Вот, дальше балет, история балета. Здесь, ну, как бы, в студийной форме мы просто увидели прекрасно эффект сшивки с разными часами наработки проекта. Так как они были промо-панасоник, они были абсолютно, там, кто-то меньше, кто-то больше, и все так красиво, хорошо сшилось, и без видимых каких-то моментов. Вот. В общем, Павел и наши слушатели, если есть какие-то вопросы по инсталляциям, по графике, готов ответить на все вопросы. Могу сказать, что вот тот момент, на котором я говорил ранее, у светодиодных, допустим, экранов любой там виджей или видеохудожник может накладывать лаеры свои и делать просто, ну, виртуозные штуки. А с проекторами всегда было сложнее, потому что они были по яркости более экономные, вот, и им требовалось либо гигантский, что ли, как сказать, запас по яркости, либо-либо они должны были быть свежими. Вот, светодиод нам, и лазер дает возможность большего эксперимента и свободы. В общем, жду вопросов. Арнольд, пробовали ли делать, например, так, проекторы, прям вместе ставили лазерный и нелазерный проектор, чтобы он на них посмотрел и оценил. Просто, для меня очевидно, что человек, который не занимается там проекторами, у него глаз в этом смысле не наметан, вот, для меня интересно, по вашему опыту, видят ли заказчики эту разницу? В сравнении, значит, был у нас как раз-таки 670 RZ лазерный Panasonic и 770 DZ, помните, да, наверное, Panasonic DZ 770 ламповый. Он прекрасный, он очень, ну, культовый проектор, причем ценник у него, ну, близкий. Вот, и разница была тоже в студийной форме, мы тестировали, вот, например, желтый цвет, такой золотой цвет, мы очень сильно заметили, у нас был контент с желто-золотистым, он очень страдал. То есть, у 770 DLP лампового были недостаточные сочные цвета, то есть, мы его просто, как бы, перекручивали, хотели вот этой сочности получить, но, к сожалению, мы не могли никак вытащить. То есть, лазерный проектор в своем стандартном, в своих стандартных настройках был, как будто бы, ну, как сказать, настолько был сочным таким... Я, знаете, я после недельной работы на RZ, как бы, не мог долгое время перейти на лампу. То есть, такое ощущение, как будто бы, знаете, глаз был какой-то пленкой. Ну, это мое такое мнение, это, ну, буквально, то есть, может быть, я, как бы, ошибаюсь, но я где-то, ну, месяц не мог перестроиться. После того, как от меня ушел лазерный, я уже, как бы, более-менее перешел в себя. А до этого, где-то месяц, ну, я просто не мог включать. Опьянение лазерным проектированием. Да, 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 опьянение и еще наркомания, наверное, я бы так назвал это. Подсел, подсел, да. А когда появились вот эти портативные, то вообще, то есть, представьте себе, у меня в машине десяток этих портативных. Я приезжаю там на какую-нибудь площадку, и мы с пацанами, вот, недолго, знаете, так, инсталируя, можем, ну, раскидать... Да, это чем-то напоминает фокусников, на самом деле, вот, сортативными. То есть, если инсталляционные, большие, все-таки требуют, там, какой-то проработки... Источник не виден, что маленький. Да, источник. Когда не видно источника, это вообще песня. Да, ну, и на мой еще взгляд, субъективно, два проектора, там, лазерник и не лазерник, лазерник выглядит... Два проектора одинаковой яркости, если один лазерник, второй не лазерник, лазерник выглядит как более яркий. Не знаю, с чем это связано, но вот, скорее, по моим зрениям, просто воспринимается как более яркий. Вы знаете, там, получается, цветовая, то есть, допустим, взять 6 тысяч люмен проектора не лазерный и 6 тысяч лазерный, то получается, они, ну, вот, Panasonic определяют мощность по белому цвету, да, а по красному, желтому, зеленому этот момент как бы, ну, не учитывается. А в лазерном проекторе там как раз супер богатые цвета. По сути, новая эра, и по сути, нужно, как бы, наверное, мерить уже не только по белому, но и, наверное, уже по РГБ. А так как эра как бы только пришла, и мы еще там, не знаем, никаких нюансов, лазерники в итоге получаются ярче, а у нас, вот, допустим, в инсталляционных, моментах, особенно связанные с театрами, с клубами, там, с ресторанами, мы вообще отказываемся от белого цвета, нам нужны, ну, цветовые какие-то эффекты, то есть, ну, и здесь, конечно, получается, что цвет просто рулит, ну, лазерный. То есть, кинотеатры, ну, там, белый, да, а там, в клубе это точно, как бы, белый нет, то есть, белый вообще не нужен. Вот. Мой вопрос есть, а что с цветовым охватом лазерных проекторов, Саша? Так это же к тебе вопрос, что с цветовым охватом. Я прям, я жду, когда ты, наконец-таки, померишь и выдашь нам эту информацию. Потому что производители же, по большому счету, про это не говорят. Мне прям очень интересно, чтобы ты притащил свой большой и дорогой прибор и такие померил. Это просто Александр Сахаров, он в какой-то момент, вот, например, у меня читал семинар по калибровке видео, поэтому, скорее, я прям некоторых знаю, и поэтому, понимаешь, какие-то вопросы нужно адресовывать разным-разным людям, которые сейчас в онлайне сидят. Вот. Ну, да, хорошо, я предлагаю, наверное, заканчивать, потому что мы уже, там, час сорок в эфире. В целом, я понимаю, что, как бы, люди, скорее, подустают, потому что такое количество времени просидеть перед перед монитором. Арнольд, спасибо большое. Мне кажется, я бы вот еще что-то делал. Я бы сразу, раз у нас такое количество производителей в эфире, мне кажется, это вообще редкий момент, я не помню такого вебинара, когда у нас столько было брендов, я бы, может, сразу предложил бы вообще тестирование провести. Потому что у нас здесь же есть, у нас было открытое тестирование разного рода проекторов. И вот, мне кажется, хороший момент, вот, просто протестировать лазерные проектора различных производителей. Тем более, у нас проект такой есть, он у нас периодически, мы собираемся для этого, и вот, прям, это было бы замечательно. Прекрасный вариант, если бы второй ведущий управлял презентацией. Ну, мне кажется, когда из поля вещаешь, из машины, тут, мне кажется, сложно требовать, прям, уж всех возможностей. Так, хорошо. Ладно, господа, тогда давайте на этом останавливаться. Спасибо вам большое, что вы были в эфире в течение этого времени. Мне кажется, что это, правда, такой героический поступок с точки зрения лета, курортных каких-то возможностей и так далее. Наверное, про запись вебинара, это, может быть, потом можно этот вопрос будет адресовать господа Мазова клуба. Вот, я про это ничего не знаю, меня, к сожалению, не спрашивайте про это. Вот, сразу анонс, наверное, можно сказать о том, что у нас будет запланирован еще ближайший вебинар, связанный с, действительно, решениями объектов, решениями в объектах культуры мы решили этот вебинар посвятить вопросу интерактивности. Потому что, мне кажется, там интересно, интересно не просто рассказывать про какие-то, а можно вешать проектора, можно ставить колонки. Надо, скорее, посмотреть вопрос интерактивности, потому что, на мой опыт, по-моему, опыт это всегда интересно, когда можно с чем-то повзаимодействовать, когда можно попробовать, прям, что-то руками потрогать, и как это решается в разных-разных проектах. Вот, тоже, может быть, найдем для вас каких-нибудь приглашенных звезд и передачим их в эфир. Так что, ждите. Я не помню, когда у нас запланирован этот вебинар, но, в общем, следите за анонсами на АВКуде. Все, меня звали Павел Куделин и зовут Павел Куделин. До новых встреч и счастливо!